Приветствую вас, Ольга, прочитал ваш вопрос. Я думаю, что сейчас вы оказались в том состоянии, в том положении, в той позиции, когда понимаете, может быть понимаете, а может быть и нет, что вы слишком растворены были своей дочери, что вы слишком сильно были с ней связаны, что слишком сильно от неё зависла ваша жизнь и, вероятно, продолжает зависеть, что, ну, наверное, ребёнок своего родителя должен отличаться от него. Наверное, ребёнок своего родителя должен мыслить, думать, действовать не так, как родитель. Иначе это не развитие, иначе это не революция, понимаете, какая штука. И вы переживаете сейчас о момент того, что ваша дочь показывает вам то, что она не такая, как вы, что она другая, и то, что было между вами, в некоторой степени было иллюзией. Но больно вам от того, что свои желания, которые вы реализовывали через такое взаимодействие с дочерью, вы больше удовлетворять не можете. Больно от того, что вы переживаете неудовлетворённость в пространстве. Вы пишете, что моя жизнь перестановилась, и хотела я выброситься в окно. Не говорю вопрос. Неужели вы живёте 39 лет только ради своей дочери? Ну, здесь, собственно, вопрос стоит о том, как вы относитесь к себе и в чём вы видите смысл своей жизни. Очевидно, если видите, вы его пока что только своей дочери. Я понимаю, что мужчины у вас нет, и он вам не особо-то и нужен, потому что с дочерью вы общаетесь, ну, достаточно тесно и так далее. Что ещё можно добавить? Добавить можно то, что вы сделали свою дочь подругой. Крайне деструктивное действие, крайне деструктивный выбор для вашего ребёнка. Потому что, как вы видите, она считает, думает, что всё, что она делала, делала она для вас. И я уверен, она так думает, что делала она для вас. И теперь, по большому счёту, просто сомневается в том, где она, а где то, что вы хотели в ней видеть. Как я думаю, вы чересчур привязаны к семье. На это Котфина указывает то, что ребёнок у вас, по большому счёту, достаточно ранний. Вам 39, ей 19, вам не было 20 лет, когда она, собственно говоря, появилась, появилась. Ну, если честно, вам было кратко 20, да? Вот, и столь раннее появление ребёнка, конечно, говорит о том, что вы, вот, недооценивали свою собственную реализацию, вы недооценивали своё собственное развитие, вот, вы недооценивали своё собственное становление в жизни. То, что в некоторой степени с дочерью вы стали такими подругами, говорит о том, что вы, ну, как бы, не отделяли в полной мере себя от неё, то есть личных границ между вами не было. Ну и, соответственно, из-за этого вы не стали, видимо, для неё и не родителям полноценным, не подругой. Потому что, видите, как подруга, вы позволили ей пойти, там, к примеру, на вечеринку, а как родители начали предъявлять ей, что она потратила больше денег, чем планировали. Хотя, ну, непонятно, откуда эти деньги у неё оказались. То есть, если она взяла больше, чем вы планировали потратить, то это уже очевидно совершенно было, что она потратит больше. Если она шла на ту же вечеринку, имея, например, на руках карту банковскую, и тратила деньги, могла тратить деньги больше, чем сумма, которую вы договаривали сто, но это тоже, своего рода, такая вот зона риска, по сути, это, ну, такие договорённости. Кроме того, ну, любая договорённость здесь, это весьма, весьма условная штука, потому что человек уйдёт наследок, какой договорённости может идти речь. Вот, поэтому видите, вы не определили свои позиции родителей, родители и подруги, и вы не реализованы в полной мере сами как личности, и за это вам больно. Плюс ценности семьи, ценность, ценность семьи не та, ценность, которая позволяет человеку раскрыться, раскрыть свои возможности, свои способности и прочее. Я думаю, что сейчас вам нужно заострить внимание на то, как вы себя ощущаете. ощущаете ли вы себя сейчас потерянной, никому не нужной, брошенной, одинокой, обманутой, лишённой смысла жизни, может быть, как-то и всё. И вот это чувство, его нужно прожить, прожить до конца, возможно, с помощью специалиста, получить необходимый опыт и использовать его в дальнейшей жизни, потому что вы молоды, вам всего лишь 40 лет, вы молоды. и вы можете ещё многого добиться в жизни, но добиться в жизни самостоятельно, в отрыве от своей дочери. Не знаю, отдаёте ли вы себе отсчёт или нет, но факт того, что вы хотели с собой что-то сделать, после ссоры с дочерью, после того, как она ушла из вашего дома, ну, из квартир, говорит о том, что, по большому счёту, на дочери лежала и, вероятно, лежит ответственность за вашу жизнь. Для ребёнка, если она осознавала это, если она чувствовала это за свою жизнь, это крайне разрушительно. Её ненависть вполне себе здесь обратная. Есть протест, весь, всё то желание быть свободной от вас выразился в этом моменте. Вам необходимо сместить акцент её реакции, акцент её поведения с себя на неё саму. Дело не в вас, как таковой, и не в вас, лично она хотела оскорбить и у неё. Я уверен, что она, по-своему, хороший, душевный, сердечный человек. Я думаю, что просто она бунтовала, и бунт, как известно, не имеет какого-либо чёткого предмета, какой-либо чёткой цели, будь он бунт против всего, против всех. И причины, конечно, заключаются в том, как вы себя с ней вели и как вы выстраивали отношения, что вы принимали за чистую монету. Но самое главное, вы обесценивали и продолжаете обесценивать себя. Продолжаете обесценивать себя, как бы говоря, что без тебя, дочь, моя жизнь ничего не стоит. Если ты уйдёшь, я выброшусь из закона. Ну, понятно, что вы так, скорее всего, не думаете, но то, что вы пытаетесь, вы пытаетесь неосознанно привязать своей дочь в себе, потому что она вам нужна, а это, я полагаю, очевидно. И, на мой взгляд, начинать нужно с этого. С обесценивания себя, с выстраивания вашей системы ценностей, с проживания ваших чувств, с лучшего осознавания себя, с действительным отдалением от дочери, вот. И выстраивание с ней немножечко других отношений. Вы только подумайте, что вы пишете, что ждёте, ждали хотя бы извинений. То есть, вам нужно, чтобы дочь сказала, что то, что она вам наговорила, неправда. Чтобы вам стало легче. Настолько вы зависимы от другого человека. Вам нужно, чтобы тот человек сказал, что его слова неправда. И воздействие этих слов на вас изменилось бы. То есть, именно другой человек решает и определяет то, как вы себя будете чувствовать. Не вы, а он. Это говорит о том, что вы не полагаетесь на себя. Да, это говорит о том, что вы зависимы. Что вы зависимы от той же дочери. А для ребёнка, для молодого человека, какими является ваша дочь, это крайне тяжело. Это невероятно тяжело. Это лишает свободы, это лишает своей жизни. Я вас не обвиняю, но хочу, чтобы вы увидели ту причину, ту ситуацию, благодаря которой вы стали вести себя так, выстраивать свои отношения с дочерью. Так. Вот. И взяли за это на себя ответственность. Вот, в принципе, и всё, что я хотел бы вам сказать. Ну, могу разве что добавить только то, что боль, она будет уходить постепенно. Вы можете сделать так, что она уйдёт быстрее и легче. Это при работе с психологом. И вы можете просто переживать её тот же, ну, переживать тот же самый путь и проходить тот же самый путь. Но только дольше и болезненные для себя. Вероятно, более травматичные. Вот. Потому что боль в данном случае и вообще человеку нужна, чтобы развиваться. очень долгое время, я полагаю, вы не развивались. Вследствие чего оказались в такой плаченной ситуации. Сейчас на вас обручена вся эта боль. Вся всё, то упущенное развитие, которое вы упустили. Ну, что ж. Придётся вам его пройти. Легче будет, если вы будете проходить его вместе со специалистами. Процесс личного роста, развития и так далее, так далее, так далее. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен. За его оценку в качестве лучшего я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.